добрый вечер сегодня 16 мая 2015 года я беседуя с вами из поселка александровская где находится наше поселение я уехал на поселение сразу с парада победы все в машину и приехал сюда с тем чтобы вместе с поселенцами отпраздновать 9 мая здесь же я посмотрел очень интересный фильм фашизм реваншизм 21 века то большой серьезный фильм сделаны активистами движения суть времени прежде всего международными активистами в сетевой проект который выполнили люди из разных стран мира принципе специалисты мне говорят что такой сетевой проект находясь в разных странах выполнить невозможно выполняли его не люди которые 10 5 или 20 лет занимались профессионально созданием фильмов окончили соответствующие вузы а люди очень разных профессий которые работали над фильмом два года он действительно показывает и истоки фашизма и той что собой посылает ваших на современном этапе то куда фашистская стрела устремлена стрела времени а чтобы не хотелось об этом сказать его хотел сказать что люди которые занимались этим проектом в принципе но они там как сказать лучше но не как-то живут работают лишь по крайней мере они заведомо не начнут жить в тех странах где они находятся и куда их занесла судьба там ведь очень разная судьба заносила в самые разные точки земного шара последние 25 лет так вот эти люди как бы они муж никак не начнут лучше жить того что они снимут этот фильм а уж в ряде случаев могут и хуже начать жить и в любом случае не должны потратить огромное количество времени на то чтобы создать а это время надо взять как бы из семейных бюджетов которые вполне себе скромные господин гантмахер как бы все обсуждает в своих статьях это у нас такой социолог либеральные из компании господина юргенса он все обсуждает своих статьях что победит телевизор или холодильник ну вот для людей которые делали фильм они сделали качественно профессионально и я убежден что он придет своего зрителя то есть и не так как любой интернет ролик а именно как серьезная продукция как вот для людей которые делают фильм ничего в холодильнике от того что они сделали не изменится и сделали не это не потому что и внушают что-то с теле экрана сделали то что они люди когда вы обсуждаете господин гантмахер and company что победить телевизор или холодильник вы как бы внутренне считаете что человек это либо машина пожирания и потребления либо эта машина как бы зрелищ либо потребительского общества либо спектакли либо комбинации того и другого значит в качестве потребительского общества наш хочет хлеба то бишь колбасы и там сыра шмоток машины развлечения и всего прочего а с точки зрения сказать общество спектакля он хочет зрелище то есть того что ему там показывают телевизионные мастера в разного рода шоу а огромная часть русских я каждый раз буду подчеркивать что использую здесь слово русский так как его используют американцы когда говорят рашин да имею ввиду у нас всех вместе когда нас будут бомбить кстати как говорят некоторые источники они сильно продвинулись направление желания и делать именно это это было обнаружено ну так вот значит человек как рашин вот этот самый разбросанный по миру как-то пристроившийся и к местной отвратительной действительности и еще более отвратительной действительности куда его занесла судьба в тех местах куда его занесла судьба вот этот человек он остался русским в том смысле что он никогда ни при каких условиях пока он жив и дышит не будет низведен или как говорят ученые редуцирован ни к обществу потребления не к обществу я на спектакля он никогда не поделит свою жизнь на хлеба и зрелища сделать поздний римлянина и рим соответственно на этом и был уничтожен это его лозунг хлеба и зрелища имеется ввиду под зрелищами квадеаторский бой в основном так вот не может русский человек как бы быть низведен к этим двум компонентам хлеба и зрелищ не может и все что там за особый ген духовность не верили какие гены духовности не вообще никакую особую в этом смысле так сказать какую-то там генетику я хорошо понимаю что вот в мире где существуют кочевые народы которые очень легко там оседлывают народы и земледельческие и земледельческие народы которые либо отражают кочевников либо так или иначе им подчиняются русские конечно есть нечто третье они не так велики как китай для того чтобы любую волну кочевников ассимилировать спокойно китае такой сельскохозяйственной оседлой народ который все растворяет в себе ибо он огромен и бесконечно спокоен в этой своей огромности но они и не народы подчиняющиеся кочевников вот иначе выглядит именно русский народ и и он это конечно показал на поле куликова потому что с одной стороны все правильно очень много от этого кочевия татаро-монгольского было питана народом в те страшные годы тот страшный период но с другой стороны ведь не растворились в кочевии и не приняли кочевия и не растворили кочевия в себе а просто взяли и долго-долго накапливая силы и не потеряв свою личность восстали и сбросили все это кочевия почему говорю еще о кочевии потому что есть такой жак от али который всем говорит что есть теперь кочевники 21 века так вот я как бы еще я них говорю имеется ввиду вот такой постиндустриальный мир господство в постиндустриальную полу вот что-то впитывая будучи земледельцами оседлыми людьми по своему складу базовому русские одновременно кочевию не подчиняются а ничего что-то от него берут забирают в себя говорю чисто условно метафорический тиген кочевия да вот но они не евразийцами становятся да и не золотоордынцами не остаются русскими и в этом русском состоянии орду скидывают и оставляя что-то возможно даже очень ценное в себе от кочевия от его натуры они строят свою оседовую цивилизацию и при этом берут там оружие сабли и топоры и идут в сибирь и доходят до тихого океана может быть именно потому что от и оседовый и странники одновременно единственный народ и странствующий по собственным пределам и оседовый это русские опять-таки повторяю в том обобщенном смысле в каком нас всех называют русскими раши а имея эту специфику и проявляю ее раз за разом русские понимают что если кочевия пожалует по их душу то сдаться ему значит умереть они сопротивляются очень яростно по-настоящему на них навалились так чтобы прижать к земле долго держать в этом состоянии прижатости конечно татаро-монгола продемонстрировав колоссальное преимущество военно-стратегическое и продемонстрировав русским полностью что такое феодальная раздробленность распро князей все остальное больше этому никому не удалось страшно эпоха смутное время мало что еще к сожалению народ понимает о той эпохи не набрались мы как бы внутренней воли к правде чтобы все рассказать по-настоящему все страшное что-то происходило очень глубоко пала тогда страна и или это в особенности но это происходило недолго и восприяли безумно быстро а потом уже никогда не давали разного рода кочевиям и всяким там ордом себя завоевывать понимая что поскольку то народ оседует то куда же ты денешься да ты не убежишь а жить под кочевием ты не хочешь твердо лучше умереть чем так жить и это есть говорят в социокультурных исследованиях базовый код народа и не зря в песне сказать которая стала абсолютным гимном страны поется так сказать вставай на смертный бой с фашистской силой темную с проклятую ордой вот это слово проклятая орда она безумно кодовая для русского сознания именно связи с тем что я изложил выше а кстати об этой песне я был на параде недалеко от меня сидел американский посол и его компания и было очень интересно наблюдать как именно с какой невыразимой ненавистью они следили за тем что происходит на параде даже по я принципе парада не люблю поэтому купить ухожу на них всегда с трудом дата очень знаковое время очень тревожная поэтому как бы не прийти нельзя но иначе смотришь на этот парад когда видишь рядом американцев потому что они на это так смотрят такой ненавистью из таким глубоким чувством в котором есть все и испуг и презрение и глубочечные понимания природы происходящего что начинаешь иначе видеть само мероприятие она резко поднимается в твои глаза разные люди сидели рядом как говорили близкие мне люди мои соратники ближайшие когда мои 90-е годы приступали к изучению элиты говорили я не могу сказать все время говорить что занимаюсь изучением элиты и постоянно описывать это 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 потом они перечисляли разного рода неприятные вещи ну или то она и есть элита такая как есть один великий человек у меня для вас другой вид и нет так вот очень много лиц сонно заторможены но когда вдруг эта песня прозвучала и именно это то без всякой необходимости это же не гимн в прямом смысле слова все сидевшие просто вскочили встали стали подпевать это был настоящий подъем и очень видно очень видно именно то что я хотел сейчас сказать что вот это особая историческая личность формировавшаяся за 25 постсоветских лет она впитала в себя вот какой-то этот код и сколько бы кто не насмехался над духовными скрепами как это делает ко мне господин кураев или на чем-нибудь еще да а есть это тот реальный весьма несовершенный русский человек который сформировался за эти 25 лет он во первых все от пап мам дедушек бабушек не знаю про бабушек прадедушек он все впитал насколько адекватно в какой мире он совершенным образом это все впитало отдельный вопрос отдельно не хочу здесь ничего воспевать но впитал не должен был впитал давайте я вам предложил один какой-то такой образ для понимания сути случившись вот представьте себе что вы попали в руки врага который привязал вас каменной плите на мертву и думают вот как бы вас раздавить и и прикидывает вот если там пресс с ускорением направить на этого лежащего человека сколько должна быть сила давления сколько должна плита которая на него должна упасть ну 100 килограмм хватит наверное хватит но уж тонна точно хватит да и тогда высшие мастера этого занятия из америки европы и других мест говорят слушайте человек это какой-то странный русский давайте мы сделаем так что него него у него упала плита весом в 10 тонн ну уж тогда-то сгорание ну зачем так ну это же ее туда затаскивать такую огромную плиту ну как-то это все избыточно ну честно говоря просто даже стыдно так тратится если достаточно там 200 килограмм нет знаете это все таки русские давайте все таки даже не сто тонн а тысячу тысячу тонн нет на такие сооружения надо строить да вы что нет нет все решили что ты еще затащили тысячу повыше и с огромным ускорением да это плита упала на вас и все отошли искали но есть такая плита упала начать там смотреть там ничего уже нет через какое-то время они наблюдают что это плита каким-то странным образом отодвигается и из-под плиты выползает нечто и начинает натурально шевелиться разговаривать двигаться уровень обалдения от произошедшего шока говоря более наукообразным языком невероятен там ничего уже не должно было быть там должен был быть сок прошу прощения зрелищ и мясо хлеба и больше ничего а вдруг встает личность и все начинают говорить а что это за личность посмотрите как она несовершенна она и здесь деформирована и здесь деформирована а тут так вообще так деформировано что дальше некуда начинается рашка там более всякие так сказать хлесткие выражения да и никто не хочет в полной мере осознать что не должно было быть там ничего после падения такой плиты с такой высоты когда плита такая тяжелая а то на что она обрушивается вот это все советское оно так привязано и ничего не может швахнуться не должно было быть там ничего и с точки зрения любой науки любых этих социокультурных методов любых этих инквизиторских игр любых там ломок личностей народов и всего чего угодно любых этих шоков экономических социокультурных и иных там не должно было быть ничего и никто не хочет в это чудо всмотреться посмотреть что там где должно было быть ничего там что то есть совершенно необязательно тут учитывать боже как это прекрасно боже как это совершенно боже как это вообще как бы еще сияет и цветет и пахнет да нет конечно не когда я начинал в александровском как бы делать поселение первые шаги только бы мы зашли в один купленный нами местного бизнесмена находящийся в отвратительном состоянии дом в котором местный бизнесмен хотел сделать такой night club в понятии маленького умирающего поселка мы сидели и обсуждали что же мы будем делать вдруг нам ломились несколько местных а также приехавших ну сюда погостить молодых особ часть из них была чуть-чуть пьяна наиболее активная была пьяна сильно они как бы начали пробовать нас на зуб наиболее активная и пьяная все время кривило лицо и мне говорила дядь а дядь возьми меня секретаршей но дядь ну чего ты даже все умею а дядь ну давай ну чего ты и вежливо отвечал через какое-то время она вдруг срывается и кричит сидишь тут сидишь как христос с апостолами да сидишь и делаешь вид что ты тут что-то будешь созидать что-то а мы не верим мы уже никому не верим я уже ничему не верю чего почему я тебе должна верить но ее там уволакивают подруги она уже когда его волоките дядь а дядь ну возьми меня секретарш значит она какой-то образ извлекла из сознания кто сидят кита посту а сказала верю не верю она на это эмоционально отреагирует так далее и тому подобное но я не хочу сказать что она находится в идеальном состоянии что она не пережила всю эту эпоху что эта эпоха не прошлась по ней как так сказать не знаю что танк по траве конечно прошлась и не просто помяла уж так даванула что дальше некуда но она не стала ничем там что-то поломано что-то совсем поломано что-то можно выправить она ничем не стала она осталась определенной сущностью человеческой и эта сущность вот в ее коллективном соборном выражении как единое историческое целое как единой исторической личности будучи страшно деформированной как бы безумно трансформированной по отношению к тому что представляет собой ее как бы высшая суть оставшись живой начинать действовать в том числе и праздновать победу сколько об этом можно сказать чего угодно да сколько горечи или каких-нибудь слов о том что то сказать много неважно чего патетики надрыва или какого-нибудь гламура или чем еще в этом духе но она же празднует она празднует от души нормально и когда приезжающие видят и это празднование и эти яростные вставания и аплодисменты ветеранам и сам парад на котором ну мальчишки идут не так как надо когда стараются а так как надо когда хочется и эти огромные огромные человеческие массы которые выходят с портретами а это ведь действительно вполне мистическое состояние ну помноженное на его реальность на его то сказать здешность они потустороннести как раз трансцендентное в момент высшее в земном когда все это идет когда видно как она идет понятны сразу три основополагающие вещи первое что это все живо и каким-то способом каким-то чудом все унаследовало и что чудом является и то что она жива это что она что-то унаследовала второе что она очень сильно деформирована третье что потеряно безумно много что перед мертвыми перед всеми кто пролил кровь за то чтобы здесь была жизнь и что-то существовало кроме так сказать русского гетто есть огромная ответственность потому что вот-вот ракеты нового фашизма встанут под днепропетровском или где-нибудь еще и дело вообще-то плохо и территории потеряны и все за что сражались вдруг оказалось в соответствующем состоянии но бой не закончен и воля к тому чтобы сражаться есть она приобретает очень а специфические формы она ну повреждена нужно обсуждать каждый из этих дефектов нужно искать способы исправления этих повреждений нужно ни в коем случае не восторгаться не начинать и как бы верещать что вот все стали с колен и вот они все так сказать воспарили и что так хорошо никогда не было очень все скверно но он уже живет а она не должно было жить и есть ли изъятие за рассмотрению эту огромную плиту не знаю тысячи или сотни тысяч тонн который с огромного расстояния яростно была брошена на то чтобы все раздавить и должна была раздавить с вероятностью сто процентов и вдруг оказалось что не раздавила то конечно есть все основания для того чтобы соединять в единое целое самый мрачный пессимизм и самую холодно обеспокоенную трезвость с элементами того что называется действительным чудом чудо заключается в том что вошедшая пьяная молодая женщина которая должна была превратиться просто вещь для потребления в нее до конца не превратилась там осталась дельта и это дельта не должно было бы и это и есть русские и вот эти русские разбросанные по всему миру взяли и не будучи профессионалами два года упорно работая как-то друг с другом договариваясь абсолютно бескорыстно и в ущерб себе в смысле холодильника о котором любит рассуждать господин гонмахер где у лефи почему потому что они чувствуют дыхание этого фашизма нацизма реваншизма они его видят по европе и по миру и они понимают что это орда с которой надо встать на бой мне кажется что никаким другим способом обсуждать 9 мая нельзя что обсуждать его можно только так и никак иначе потому что в противном случае мы либо впадаем в патетику либо в негативизм а мы не должны впадать ни в то ни в другое мы почти проиграли игровую игру но именно почти они проиграли ее полностью теперь посмотрим на то в чем есть надежда на выигрыш и давайте вдумаемся каким клиническим идиотом надо быть чтобы вот с такой вот россии обладающий все еще самым серьезным после сша ядерным потенциалом сцепиться по определенному поводу не имея точной внутренней решимости идти на катастрофу на ядерную войну это вот такая россия она между прочим в каком-то смысле зря время не теряла вот очень простая вещь представьте себе советский союз с его обязательствами по отношению трудящимся и к социальным завоеваниям выплатам зарплат и так далее и тому подобное когда там на три дня задержал зарплату это кошмар все можно вешаться да и накажут и когда нельзя поднижать эти самые показатели жизни трудящихся перестройщины говорил условно советский союз или поздний застой вот вы можете в нем сократить зарплаты вдвое нет то есть вы конечно можете так призвать мобилизации так изменить страну чтобы она перестала быть застойно-перестроечной застойно-ранне-перестроечной да и вместо этого превратилась там в старинскую или еще более воодушевленную да тогда вы можете все но без этой трансформации вы не можете ничего вы на 10-15 процентов сократите зарплату у вас будет всеобщей негодовой а соотношение доллар рубль в пост-пост советском варианте вы можете изменить можете повесите на счетчике другие цифры да не 30 рублей за доллар а 60 и посмотрят на это и скажут ну да во первых потому что не все сразу бегут за долларами во вторых потому что не все цены сразу плавают так как полагается при изменении этого курса если абсолютный импорт продовольственные и прочее и так далее и тому подобное да вообще это что-то совершенно другое ну выжила россия выжила значит на что рассчитывал этот клинический идиот когда он затеял украинскую авантюру он рассчитывал прежде всего на то что россия не пыркнется вообще и они тогда ее опустят так что она будет совсем отвратить сама себя жить не захочет и умрет во вторых он рассчитывал на то что только он пригрозит пальчиком каким-нибудь там бюрократом и скажет им что отберу все деньги то есть опустошу ваши холодильники как они тут же свергнут Путина и так сказать принесут ему его на блюдечке с голубой каемки прошу прощения как сербские офицеры и религиозные деятели Милошевича или как иракские офицеры Хусейна могу продолжить эти примеры не произошло и этого не произошло стояли все эти сонные лица которые называют випы и аплодировали яростно в момент когда все сказано было о Крыме и лица у них были счастливые и вдруг они так сказать скинули себе какую-то дремоту одурь потребления в этот морок потребления что-то у них опять-таки поступило человеческое да мы же это видели значит этого не произошло а потом он решил что если он сделает санкции этот идиот то уж конечно все восстанут и все будет сметено не слышал я разве от этих так сказать тех кто впитывает слова заокеанского идиота и переводит их на свой язык что там к Новому году во всех обменниках будут стоять бесконечные очереди и все рухнет и так далее да на ли он рассчитывал что ну как бы героические бандеровцы это же люди яростные да готовые пролитию крови а что такое это русское как бы существо да оно и не пыркнется никуда да и начнет плакать встанет на колени и его будут мирно расстреливать как в сорок первом в сорок пятом расстреливали так сказать женщин и детей да а как бы никто больше не поднимется поднялись поднялись и показали чего стоит против этих хваленных бандеровцев так сказать настоящая так сказать вот эта русская сущность проявленная в Великой Отечественной войне и унаследованная следующими поколениями худо бедно так иначе но у нас нет но дальше было на что рассчитывать есть колоссальный показатель колоссальный господство в воздухе и как говорят представители этого клинического идиота коллективного который решился на всю эту авантюру на Украине это знаете это особо действует когда с воздуху уничтожают это как огонь господен да и так далее но это нельзя делать существующей России у нее мягко говоря очень приличное ПВО советские ли это еще разработки или какие-то другие но очень приличное и состав который умеет им пользоваться и авиация это нельзя сделать без потерь дальше есть ядерное оружие и что как только стало ясно что не подожмут хвост сразу не забьются в нору не завоют при первом преддвижении опасности а будут сопротивляться и проявят какую-то стойкость сразу стало ясно что все что американцы затеяли на Украине это колоссальная идиотская авантюра которую они выиграть не могут никогда и ни при каких обстоятельствах у них оставалась последняя надежда последняя что русские рванут в лобешник войдут на территорию и начнут там гулять как оккупационные войска впрямую с флагом объявлением войны и всем остальным тогда конечно европейская мобилизация была бы совсем иной определенные испуги вернулись бы европа может быть даже затянула бы пояс консолидировалась а американцев и как бы всех прочих тоже как после перл-харбора можно было бы втянуть в иное боевое состояние сказать вы видите видите что они делают нагрузки на россию увеличились бы в десять двадцать раз россия в этом виде эти нагрузки держать не может ждать что она преобразуется прямо под нагрузками это авантюра мы мы всегда говорим там что-нибудь типа два ноль и не не которым можно сказать почему-то пришлось потерять деда в тридцать седьмом году и видеть как именно эта потеря влияла на жизнь матери не мне говорить снова даешь тридцать седьмой год но говоря тридцать семь два ноль мы имеем ввиду ротацию элит и перевод всего происходящего в другое качество тогда может быть можно выдерживать и другие нагрузки но не потому что ты уже залез в этот капкан между тридцать седьмым и сорок первым было четыре года это было страшно мало но эти четыре года были а так что вообще ничего не было и чтобы либо залезть совершенно другой элиты ориентированные на слияние с европой в острейшую военную конфронтацию либо начать ротацию одновременно с войной но это может только без изумец это только на проигрыш когда оказалось что в эту ловушку умело выстроенную хозяевами Стрелкова его очень высокими хозяевами зарубежными в том числе и я когда-нибудь о них подробно поговорю Россия не залезла и что одновременно она не слила ДНР и ЛНР американская авантюра обнаружилась как уже совсем несостоятельная дальше начали действовать все факторы что бы мы не говорили о российской элите но украинское это нечто это экстазный бал воров у которых вообще ничего кроме пожирательной способности нет совсем расхищение расхищение продолжилось умение хорошо выполнять полицайские бандеровские функции и умение воевать это два совершенно разных умения как только оказалось что надо воевать вот тянуть солдатскую лямку идти на жертвы лишения смерть инвалидность и все прочее как в любой серьезной войне лихие лихие хлопцы которые очень любят стрелять по крепко привязанным мишеням и именуют себя бандеровцами отпрыгнули и помимо всего прочего проявили то что проявлялось всегда что нету там ни вот этого внутреннего стержня основано на терпеже и военном ратном труде ни той особой лихости которой всегда похвалялись и которой не было и которой хватало повторяю только на бабий яр или валуньскую резню значит экономика украины начала лететь в тар-тарары армия проявила проявила полную недееспособность небо оказалось закрыто все виды помощи которые гражданское общество должно оказывать оно и оказало и не надо мне петь песен по поводу того как там все это так сказать исполнялось только на уровне каких-то там регулярных боевых сил в россии до и больше людей блестяще подготовленных которые выходят на пенсию лет 35 и которые без ратного труда особого типа жить не могут не достаточно много нагретой молодежи на донбассе тоже хватает этих людей пусть один из десяти становится талантливым воином но он становится это тоже свойство русского этого кода серьезнейшие усилия гражданского общества это все поддержали дипломатическая информационная и прочая составляющая как бы находясь в руках государства были использованы блестяще все авантюра стала рассыпаться а дальше как бы вопрос шел уже о факторе воли и все эти люди то ли неумные то ли безумно ангажированные которые кричат зачем путин там так подробно рассказывал про крым и все прочее но наверное все таки могли бы понять что именно осуществил путин в этом фильме он перешел в рубикон взял всю ответственность на себя он сказал увиливать не буду перекладывать на других не хочу прятаться в форосе не буду вот он я а где вы то а и где вы идите сюда санкции не подействовали экономика украины начала рассыпаться гораздо быстрее чем российская никакие мятежи о которых мечтали не состоялись колоссальный капкан который выстраивали на огромные деньги с большими умениями высокие хозяева стрелукова оказался пуст прошли мимо и вот вам господин керри в сочи или как он говорилось в сочах и госпожа меркель в москве а перед этим это же может быть латыниной на стрелка осциллографа куда-то там отклонилась не знаю что осциллографа нет стрелок как известно гибельса повесили такой мотиватор говорилось дура меня не повесили я яду принял гибельс и так далее чтобы рассуждать про китай про то что мы становимся там его какой-то там колонии и все прочее китай во первых колонии не нужны они мы сейчас не нужны на севере когда что будет через 20-30 лет китай весь устремлен на век и не китай бомбил ливию и не китай бомбил сирию и не китай бомбил устраивал оранжевые революции и не китай раздавал там печенюшки на майдане и так далее и тому подобное не надо этих песен кроме того с китаем у нас никаких договоров никакой там супер державе быть не может в европу хотели войти страшно хотели войти потому что там было пространство и все полноценно как франция как германия вот это вся наша элита хотела вот я говорил всегда делю актуальную элиту и контр элиту причисляя себя к последней я никогда этого не хотел но как этого хотели и хотят все представители актуальной элиты да это была мечта да на алтарь этой мечты было положено очень много да в тот момент когда оказалось что мечта рухнула было колоссальное разочарование все время идет новая 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 так сказать волна попыток все таки реализовать эту мечту да если эту мечту о равноправном в рамках державной целостности так сказать слиянии с западом пообещают реализовать на многое пойдут и сейчас хотя уже не на то на что были готовы идти 10-15 лет назад но там то речь пошла о Европе определенным образом построенной в которую так можно войти в Китай войти нельзя никто туда входить не собирается а вот то что в едином строю прошли вместе с нашими воинами воины народно-освободительной армии Китая и индийской армии это да во первых эти два государства находящиеся как мы знаем в очень сложных наши Китай поддерживает Пакистан для Индии Пакистан это гигантская головная боль и так далее во вторых это два мощнейшие государства это миллиардники причем растущие экономически и не надо дурочку валять и притворяться даже более глупой чем то есть и не понимать что послать свои не знаю роты на парад на Красную площадь это значит сказать американцам а шли бы на мы поехали к русским все это был следующий шаг и конечно все это как я уже говорил дополнилось тем что под миллион человек вывалила на московские улицы портретами своих близких вот она недодавленная личность феникс из пепла с новыми повторяю далеко не безупречными чертами и абсолютно не беспроблемная ситуация и очень тяжелая очень но живая а теперь я хотел бы поговорить о других компонентах этой ситуации других не столь очевидных но без которых мы ничего обсудить не можем 8 мая 2015 года новый король Саудовской Аравии Салман Ибн Абдель Азиз Аль Сауд предупредил всех послание городу и мир что отсутствие гарантии в соглашении по ядерной программе Ирана создаст риск гонки вооружений в регионе что имеется ввиду под этим скромным посланием нового короля которому как раз в этом году 80 лет под ним имеется ввиду следующее уважаемые американцы ничего никому и нигде вы не можете гарантировать гарантия как мы понимаем проистекать только из наличия ядерного оружия и если вы начинаете благодаря вашему господину Кэри некоторые так сказать сильные потепления с Ираном и открываете ему некие возможности оставляя для него ядерную программу а Иран от нее не откажется это мы все понимаем там как угодно маневрировать но не откажет то Саудовская Аравия заставляет за собой право ввести на свою территорию ядерные заряды давным-давно принадлежащие ей по стратегическому договору с Пакистаном нам не надо для этого строить снановый реактор и все остальное мы и их построим сказал король но мы можем просто это все ввести а у меня возникает вопрос а если это будет ввезено а поверьте мне тут нет никакого блефа и никакой конспирологии это документально установленный факт что есть то что можно именно ввести то как именно изменится мир я подчеркиваю мир никогда не меняется так как это снится диванным геополитикам мир сложнейшая система которая все время двигается по чуть-чуть странными руководят люди которые может быть и не семи пядей во лбу но которые очень осторожны и далеко не глупы и обладают и каким-то стихийным чувством ответственности и какой-то такой вот цепкостью человеческой без которой они никогда мы не стали ничем руководить лежали бы на диванах рассуждали значит в мире все время все будет туда-сюда пробы и ошибки микросдвиги но ведь мир куда-то пополз значит если Саудовская Аравия совершит эти шаги то она неизбежно сблизится еще больше с Пакистаном а Пакистан с Китаем одновременно Китай сближается и сближается с Ираном и где там на этом ближнем востоке остается та затеявший всю эту украинскую авантюру клинический идиот он же сверхдержава номер один где покажите все эти фридманы покажите где на что ставка между тем ибн Абдель Азиз аль Сауд не остановился на том что он сказал 8 мая 13 мая 2015 года в Вашингтоне открылся саммит Соединенных Штатов Америки и Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива вот этот саммит имеет всегда огромное значение потому что Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива это на самом деле очень могущественная вещь и по влиянию в огромном арабском мире и по деньгам колоссальным которые находятся в распоряжении и по вот этим энергоресурсам которые сбрасывать со счета ну никак нельзя так вот новый король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз аль Сауд отказался от участия в этом саммите он сказал я в этом саммите участвовать не буду может быть он один отказался нет отказались от участия в этом саммите выразив своим отказом поддержку королю Саудовской Аравии король Бахрейна Хамат и монархи Амана и Объединенных Арабских Эмиратов и что же осталось сверхдержаве номер один с кем встречаться с эмирами Катары и Кувейта не скажу что это не серьезные величины но хоть можно же понять и обсудить масштаб случившегося и в конце концов понять что роты прошедшие по Красной площади Китая и Индии это не мелочь это рычаг приводящий в движение большие плиты а я попытаюсь объяснить как эти плиты устроены жил был такой небезупречный глава Египта огромной страны могучей арабского мира Хой с ним а бар ну не без греха бы в человек как все авторитарные режимы догоняющие естественно так сказать он там увязал в денежных отношениях так сказать минумах иногда банально коррупции представляющих собой на самом деле огромное сращивание власти и собственности в авторитарных или полуавторитарных государствах стремящихся к ускоренному капиталистическому развитию там нет другой модели если нужно догонять осуществлять ускоренное развитие чем-то жертвуя при нем и сосредотачивая все силы в одних руках значит нужно авторитарный или полуавторитарный режим если он капиталистический он неизбежно соединяет власть собственно был такой хвост его там порвали в клочки так сказать подвергали всему чему угодно и вместо него пришли братья мусульмане и их президент Мурси и так далее и тому подобное что произошло теперь то есть все понимают что через какое-то время эти братья мусульмане так кому-то надоели и так кого-то обеспокоили что несмотря на всю американскую поддержку американцы поддерживали железно их смели и на их место выстроили буквально такой же военный режим каким по большому счету был режим Бубарака только более мускулистый поживее более жестокий и более такой цепкий зубастый теперь 14 мая 2015 года генпрокуратура Египта засчитывает бывшему президенту Хосни Мубараку срок предварительного заключения по делу о хищении государственных средств при строительстве президентского дворца то есть ему говорят ты уже нигде не будешь ты там где-то чуть-чуть ха-ха-ха проворовался на дворце плевать на это ну в общем чтоб тебе жизнь медом не казалось струхнул не сумел отбить этих мусульман братьев вот мы тебе от наших щедрот просто засчитываем срок и отпускаем тебя на свободу гуляй ты наш хороший мальчик не слишком хороший два раза по попке и погладили и гуляй 16 мая то есть прошу прощения через два дня принимаются беспощадные решения по судебным делам заведенным на тех кто свергал Хосни Мубарака к смерти приговорен наряду с другими лидерами братьев мусульман Мохаммед Мурси сменивший Мубарака на посту президента Египта к смерти приговорена вся верхушка братьев мусульман всего 35 человек предъявлены обвинения не только в побеге из тюрьмы но и в шпионаже в пользу иностранного государства и было сказано что имеется в виду Иран ладно ладно Иран обвинения что и в выдаче государственных секретов и так далее так значит Саудовская Аравия глядящая уже в сторону Пакистана и Китая и поручающая Китаю тем самым разводить свои отношения с Ираном я повторяю нельзя глядеть в сторону Пакистана не глядя одновременно в сторону Китая говорит нам эта игра в Египте с братьями мусульманами не нужна нет нет и она оживляет этих военных приводит их в действие входит в договор с Израилем с которым она в принципе никогда не входила и совместными усилиями они выметают оттуда братьев мусульман устанавливают военную власть которую конечно нигде официально не надо называть диктатурой но конечно является таковой как являлась таковой власть турецких военных и так далее Египет де-исламизируется имеется в виду как бы освобождение его от исламистских а не исламских элементов Египет глубоко исламская страна все мы глубоко уважаем ислам милитаризируется и куда же он войдет в этой ситуации почему бы ему не захотеть тоже получить ядерное оружие как там сказал новый король да риск гонки вооружений во всем регионе 15 мая объявлено о подписании межгосударственного договора между Ватиканом и Палестиной на этот тут же безумной резкостью отреагировали премьер-министр Израиля Бениамин Атаньяго и американские европейские еврейские комитеты но это же уже объявлено говорили мы говорили мы не устраивайте со шарлеп то что вы делаете не устраивайте не надо процесс ответа пойдет медленно очень медленно он будет заторможенным вялым потому что исламский мир не хочет превращаться в исламистский он сдерживает все что там может быть запущено внутри него но не вы не будите это все не вынимайте этого джина из бутылки он будет медленно вылезать потом его никогда назад не загонят вот в Техасе 4 мая объявлена выставка карикатур пророка Мухаммеда и она обстреляна ответственность на себя взяла Игил и что оскорбляя непрерывно оскорбляя исламское чувство что делают власть передают наиболее радикально исламистским элементам именно этому и сопротивляется весь большой исламский мир а его заставляют это делать ему навязывают это лидерство хотят чтобы как бы оно перешло в руки радикалов 8 мая я как бы имею в виду в тот же день когда новый король Саудовской Аравии сказал о том что произойдет гонка вооружений он даже не сказал ядерных ну понятно каких во всем регионе на выборах в Великобритании побеждают консерваторы во главе с Камероном перед этим 7 мая греческий парламент одобрил законопроект отменяющий реформы проведенные в госсекторе прежним правительством Греции то есть он сказал Европе ты хочешь чтобы я в тебе был и на моих условиях будешь меня держать в себе не хочешь все значит поползла Европа за Грецией поползет естественно Португалия Испания Италия начинает формироваться вообще юг нового типа в начале мая наконец были опубликованы данные по бегству капитала из нет не из РФ по бегству капитала из РФ они публикуются постоянно и нацелены на то чтобы все ужаснулись но только почему-то все происходит как с Львом Толстым после прочтения рассказа Леонида Андреева рассказ назывался рассказ о семье повешенных Толстой сказал он пугает а мне не страшно да но вот тут-то кто-то испугался потому что когда опубликовали данные по бегству капитала из Великобритании оказалось что за 15 месяцев с февраля 2014 по май 2015 из Великобритании было вывезено 356 миллиардов долларов тайм публику а почему побежали оттуда капиталы а потому что начали говорить что на русских надавим прижмем денежки отберем накажем санкции то сё а сказали уехавши ну дело привычное мы люди умелые это начали вывозить а для Великобритании это гораздо болезненнее чем для России потому что Россия между прочим и сырьевая индустриальная и даже аграрная страна Великобритания это такой вот финансовый клоповник теперь 10 мая в Москве встречаются Путин и Меркель мы это еще чуть-чуть подробнее обсудим а 12 мая в Сочи к Путину и Лаврову приезжает госсекретарь Джон Керри что обсуждается обсуждается самое главное для нас конституционная реформа Украины она внесена в пакет Минск 2 это по ее поводу Лавров говорил что переговоры идут не успешно а супер успешно слово не воробей вылетит не поймаешь конституционная реформа естественно что украинцы будут пытаться делать ее косметической но ее уже нельзя сделать косметической в том то и дело что ее нельзя сделать косметической я объясню почему чтобы я делал на месте нынешней украинской власти или украинской элиты которая может поставить чуть-чуть других людей сохранив ту же власть я бы немедленно признавал независимость Крыма ЛНР и ДНР и отдавал бы вот все что можно вокруг и дальше уже пытался завинтить гайки на остальном пространстве пока не поздно а альтернатива этого при желании сохранить это пространство и полной невозможности управлять им по рекомендациям Бандеры палача убийцы мерзавца сумасшедшего говорившего что чем больше крови прольешь тем смирнее все будут полная невозможность такого управления означает что если ты хочешь сохранить Крым то у тебя уже все тю-тю если ты хочешь сохранять это ДНР и ЛНР дальше полномочия крымские и ждать что будет дальше отдать только ДНР и ЛНР ты эти полномочия не можешь ты их должен дать Львову ты их должен дать другим все хотят это значит новое устройство Украины удержите потом государство или нет удерживайте как Швейцарию или как что-нибудь еще как устойчивую конфедерацию но уже не как это потому что никогда ни один из людей которые живут на территории ДНР и ЛНР не согласится даже ну во сне пережить те ужасы которые были когда огромная украинская армия начала наступать на достаточно еще беззащитное тогда население с первыми еще как бы добровольческими отрядами все это дело кончено 60-70 70-тысячная армия ДНР и ЛНР это тот факт от которого уже никто не уйдет никогда это не удастся все убрать а значит в любой момент когда только пыркнется Киев для того чтобы предоставив какие-то полномочия постараться все-таки надавить в ответ будет то по сравнению с чем начальный ответ ДНР и ЛНР скажем так в мае прошлого года это ничто мяуканье кошки а не рычание тигра все поезд ушел сделать ничего нельзя нельзя уничтожить все с воздуха невозможно технических и прочих средств очевидным образом недостаточно зарубежные армии туда не втянутся серьезные и что делать то либо отделять и предоставлять независимость либо идти на широчайшую конфедерализацию всего и на абсолютно новый тип жизни проиграли страну палачи и мерзавцы послушавшие американских идиотов да кстати известия 13 мая сообщают о том что вот есть такое семейство дюков и что папаша дюк был бойцом упа а его дочка надя дюк сейчас возглавляет российское направление в неком американском фонде поддержки демократии очень серьезная структура поэтому слушали конечно не просто американцев а вот этих фанатиков дочек разного рода пап которые все обещали ну и дослушались ну из общих событий могу сказать что по поводу героизации бандеры в польше не было вообще никаких признаков жизни а теперь появились слабейшие признаки жизни подряд польские политики весь май выступали и говорили что в принципе мы конечно крайне негативно относимся к этой героизации да но мы терпим потому что вот такая ситуация это рп8 дыр да а это еще только первые легкие проявления признаков жизни польский народ все помнит и в польше не так будет просто заставить народ все забыть и навязать ему новую версию польско-украинских отношений в условиях героизации бандеры ну и там все говорили о том что Васильева конечно вообще выйдет как бы сухой из воды но Васильеву приговорили пяти годам тюремного заключения захищения реально она в тюрьме отбудет два с половиной года это совсем немного и можно много чего сказать по этому поводу как это все недостаточно напоминаю вам всю метафору о гигантской плите упавшей на историческую личность от которой не должно было остаться ничего и что-то осталось никогда не скажу что это все безупречно никогда не воспою эту актуальную элиту другой нет для того чтобы она появилась нужны колоссальные усилия гражданского общества совершенно новые процессы все прочее а вместо этого занимаются у нас тем чем занимаются с этой связи я хотел тоже кое-что еще я уже обсуждал эту статью господина Гондмахера холодильник победит телевизор или Россия превратится в скопище маргиналов что такое маргиналы по Гондмахеру что имеется ввиду неизвестно это московский комсомолец Гондмахер потрясается тем что в России в апреле этого года судя по ответам опрошенных среди граждан России тех кто половину или более семейного бюджета тратит на еду 62 процента а два года назад ответ что вот мы тратим больше половины или половину на еду давали 76 процентов как же так люди стали давать другой ответ а ведь они стали жить хуже или в любом случае не лучше так вот два года назад 41 процент отвечал что дела в стране идут в правильном направлении а сейчас 60 процентов дальше Гондмахер просто потрясен может быть действительно правы те кто противопоставляет российского человека русского человека в нашем смысле слова наделенного особой духовностью склонного к эскетизму и нестяжательству европейцу смысл жизни ecosystems сам следующая сам и вот тогда люди не брезгали потреблением и тогда люди не брезгали потреблением при брежневе-хотели поя 쓰고 и при Неппе хотел если только при сталии но там вообще был ужас-вижас. silver разной россии до советской хотели миз leak матери как и так далее ведь не в том вопрос что хотели конечно хотели всего хотели нормальные люди а в том вопрос что за это могли отдать по какой цене согласны были это приобретать сколько были готовы за это заплатить и никогда не родиной своей русский чек за это не заплатит особенно после распада ссер когда его чуть-чуть соблазнили а главное одну одну голову одурили совсем да и в связи с этим он на что-то согласился с ума великого и понял чем это чревато никогда после этого ничего не отдадут потому что кроме всего прочего понимают что если жить здесь то когда отдашь родину на расщельнение на что угодно то у тебя никакого добра не будет никакой сытность у тебя тоже не будет голодать больше на помойках будешь ковыряться искать что-нибудь с голоду дохнуть под унизительные получения с экранов господин вальмахер говорит что тут холодильник победит телевизор да имеется ввиду что в 90-е годы телевизор не побеждал там не выли все бесы с экранов вопреки всей реальности и конечно телевизор много значил но еще больше значил шок населения который вдруг поняла что она лопухнулась что она что-то совершила совсем нехорошее что совершив это что-то нехорошее если сейчас еще начнет дергаться будет еще хуже она остановилась те свои общества гава пишет грант махер которые привыкли к интернету удобному мобильному телефону заграничного производства хотя бы поддержанной но и на марке полетом на боингах с airbus ами тоже повторяют как оглашенный штампы типа мы встаем с колен победили тогда победим и сейчас ну во первых эти штампы тут ни при чем потому что с моей точки зрения единственный подход заключается в признании того что положение ужасно и почти безысходное полной мобилизации в условиях того что почти они совсем безысходно 6 сильно мобилизоваться можно и выиграть никаких гарантий этого нет никакого шапка закидательства быть не должно никаких разговоров о том как мы все сейчас теперь крутые висим над пропастью это во первых а во вторых что дальше говорит грант махер но это объясняется еще не проявившим себя в полной мере ухудшением повседневной жизни то есть повседневная жизнь еще не ухудшилась в полной мере а когда будешь лишаться пусть и малооплачиваемый но работы или хозяин лишить тебя половины зарплаты когда ты не сможешь попасть больным ребенком в району поликлинику а на платного доктора не будет денег когда от платежки за коммунальные услуги волосы будут вставать дыбом вот тогда будет любопытно чувствуете какие слова любопытно посмотреть на поведение многих из тех кто считает что страна развивается в правильном направлении может быть они стряхнут себя нынешнее наваждение осознав что именно теряют то есть такие добренькие да спокойненькие все начинается с того что там вот я бедность изучаю мне вот очень хочется помочь бедным людям и так далее конечно ненависть просто прет из каждой так сказать лингвистической порой и семантической впрочем не исключаю что ничего с нашим народом в обозримой перспективе уже не случится колоссальные потери россии генофонда в двадцатом веке войны репрессии миграция дичания вполне могут создать уникальную историю ситуацию когда не замужи ничего и не надо несмотря даже на предположим страстное желание предложить им какие-то возможности для развития сверху просто-напросто деградация наций приобретает необратимый характер никак не совместимость настоящей духовностью глубиной они сконструированы пропагандой любовью к родине я снова это мышление ложными банальными альтернативами не телевизор или холодильник а телевизор и холодильник хлеб или холодильник и зрелище телевизор как формула деградации деградацию эту навязывали вы господин гонтмахер со всей вашей компании со всем что вы вытворяете и вытворяли в образовании культуре где угодно еще и каждую минуту когда начинаешь вытаскивать народ из этой деградации когда идешь с настоящим патриотическим просвещением в школы или куда угодно еще ваши подельники все еще меня себя властью в россии хватаются только за административный ресурс пугают наиболее пугливых директоров школ звонят им угрожая прокуратурой бессмысленно абсолютно жалкие административные твари полицаи бандеровцы ведут они себя со своим народом потому что это они в течение этих лет навязывали это дичание и не навязали не сумели навязать до конца испанин пианковский говорит внешняя политика россии это политики германии 30-х годов потому что это соединение типа а бисмарк не воссоединял германию почему только гитлеров соединил наши респонденты обращают внимание на то что на украине все больше и больше шевелится яроши правосек и я думаю что не зашевелиться не сразу но какие-то силы подтолкнутых с тем чтобы порошенко и другие которым все навязывают сейчас будут американцы как бы виде вот этой конституционной реформы и все таки минска 2 потому что невозможно уже вылезти из этого капкана надо как-то смиряться на новую авантюру нет ни сил ни драйва не поддержки европы которые понимают что эта авантюра будет происходить нигде нет у нее под боком да поставят они сейчас летальное вооружение ну и мы их поставим уже не через гражданское общество а как надо они будут разгромлены начнут втаскивать какие-то армии эти армии тоже будут разгромлены и дальше что делать так вот как бы все-таки все время говорят о том что какие-то более или менее крупные шевеления идут по вопросу вам сказать более еще радикальных русофобах которые должны заместить собой порошенко не вижу пока к этому никакого расклада сил международного но сигнала поступают на это дальше фонтан кру это вообще потрясающий орган это вот он начал идиотскую компанию по давай еще нашу стен газету шаги история до уровня чуть не ключевого события идеологической жизни последних месяцев ну неважно так вот это же фонтан кору печатает нечто сказанное неким петербуржцам сапожников а сапожников требует чтобы фонтан кору опровергла его слова о том что армия российская регулярная воевала на территории днр и лнр он все время требует ему говорят что да вы же сами сказали российская армия бурят и благодаря им благодаря тяжелой техники со стороны лнр заходили танки российские подразделения тоже ваши слова сказаны корреспонденту bbc полтора месяца назад этот дмитрий отвечает не мое интервью была одна беседа по skype с знакомым журналистом не подразумевала что слова будут публикации говорю что есть добровольцы за россии бурят и кто угодно все остальное интерпретация и так далее нет и меня как бы управляет боями российские генералы отставные находящиеся пасе но генералы ну то есть этот сапожников отъезжает а на нем построить доклад немцова и мне здесь важно не то как он отъезжает а то кто такой этот сапожников я монархист мне нравится устои российской империи старой русской армии стрелков для меня идеал командира ополчения идеал белого офицера идеал вообще офицеры когда я уезжал в донбасс я хотел попасть его подразделение но не успел дальше он все время рассказывает например не не дальше чуть раньше например у нашего подразделения был конфликт с оплотом те хотели отжать заправки которые мы охраняли я не знал что есть нехорошая организация оплот что есть какие-то казаки мародеры казицына что вообще есть разные подразделения и так далее тому подобное до отъезда у меня был небольшой лесной бизнес предприятие в архангельской области ничего я не узнавал куда поехать просто поехали по дороге заболел задержался амбросиевки смешно сказать когда ехал даже не разбирался что есть разные подразделения потом попал каким-то казаком у нашего подразделения был конфликт с оплотом кто отжимал заправки каждое подразделение контролирует охранять предприятие которые находятся в зоне действия иначе нельзя мародерство ужасно придет любой ополченец отожмет а высомжение нашего батальона шло за счет металла нам шло на хватало на довольствие ночи и так далее он даже когда пытается оправдаться за свои предыдущие гнусности он гонит новые гнусности он так устроен этот монархист с устоями российской империи старой русской армии стрелков для меня идеал командира получения взял белого офицера идеал вообще офицера когда выезжал донбасс хотел попасть не успел вы монархист воевали за донецк народную республику диалоги которые скорее социалистическая гербе луганской республики вовсе красная звезда когда я уезжал предполагался проект новороссия теперь когда возобладал влиянию суркова империи не будет у стрелкова могло получиться стрелкова офицер фсб объявлял белого офицера для меня он образец офицера стрелкова я бы сравнил с колчаком тихий спокойный вне политики все сейчас видят какой вне политики дальше bbc сообщает интервью с дмитрием сапожником опубликовано на сайте было подготовлено опубликовано в полном соответствии лекционным принципам bbc вот в этом не сомневаюсь господин сапожников давно письменное разрешение на публикацию этого интервью фрагмент аудиозаписи на основе которой был подготовлен материал опубликован нами по такому-то адресу то есть этот сапожников которого стрелкова идеал белого офицера который сам монархист и так далее договорился с bbc что он сдаст некую клевету издал клевету которая легла в основу доклада немцова теперь от нее отбрехивается и снова льет грязь подспудно вот что такое контингент мне кажется что пройдет еще месяца три и это поймут все пенковский 15 мая предлагает украине не сдаваться и продолжать сохранять за определенными территориями статус оккупированных пенковский предлагает не сдаваться сохранять статус оккупированных а кэрии и все остальные говорят пишите новую конституцию гады децентрализуйтесь и теперь наступает момент истины и игры нервов докуда произойдет децентрализация нам надо чтобы она произошла в нужной степени и это наша победа потому что никаких быстрых побед в этой игре быть не может это многотактная вязкая композиция а не лихие наезды по принципам которым так нравится нашим диванным геополитикам и прочим разным любителям лихих игр любой резкий маневр любая резкость с нашей стороны или наша уступчивость избыточная одинаково губят сложнейшую композицию порошенко то говорит о том что для киева приемлемо предложение о широчайшей автономии то отказывается то орет о том что вот так сказать он будет снова брать дебальцева то говоришь он этого не говорил хотя это на его сайте то есть непрерывная вот это вот возня имеет место все время латынина вопит 14 мая о том что парад китайских войск на красной площади это конец россии не понимаю что это на самом деле и есть приводной рычаг к огромному реальному усилению влиянию россии что ничего в нижней геополитической ситуации и во всей этой цепной многомерной реакции не может быть дороже двух рот идущих по площадке красной площади потому что эти роты есть символ адресованный соединенный штат и вызывающий ответную оторопь данной державы и это ты и есть перегруппирующийся мир несколько вещей я хотел бы зачитать из заявления для прессы владимира путина ангела меркель 10 числа путин по поводу пакта молотова риббентропа обращаю ваше внимание на ход исторических событий когда советский союз неважно даже кто там руководил дипломатии ясно что руководил там сталин но он был не единственный человек который думал на эту тему на тему обеспечения безопасность советского союза так вот советский союз предпринял массу усилий чтобы создать условия для коллективного противостояния нацизму в германии сделал многократные попытки создать антифашистский блок в европе все эти попытки успехом не увенчались более того после 38 года когда в мюнхене была заключена известная договоренность о том что были сданы некоторые области чехословакии допустим некоторые политики считали что война неизбежна черчилль например после того как его коллега приехал в лондон с этой бумажкой сказал что я вам привез мир черчилль на это ответил теперь война неизбежна и когда советский союз понял что его оставляют один-на-один с гитлеровской германии он предпринял шаги направлены на то чтобы не допустить прямого столкновения и был подписан этот пакт молотова риббентропа в этом смысле я разделяю мнение нашего министра культуры о том что смысл для обеспечения безопасности советского союза в этом пакте был это первое теперь второе я напомню что после подписания соответствующего мюнхенского соглашения сама польша предпринимала действия направлены на то чтобы аннексировать часть чешской территории и получилось так что после пакта молотова риббентропа и раздела польши она сама оказалась жертвой той политики которую и пыталась вести в европе нам нужно иметь это все в виду ничего не забывать и если вы обратили внимание на то что я вчера говорил то я сказал что по настоящему эффективность тем безопасности может быть построена на внеблоковой основе на основе равного подхода к обеспечению безопасности всех участников международного общения вот если мы сможем выстроить работу именно таким образом на базе организации объединенных наций то мне кажется что мы добились бы успеха меркель там что-то говорит о секретном протоколе на даже не интересно потому что передача в суд времени все это уже разобрано теперь в конце путин говорит меркель там снова первые рассыпает разного риторического мастерства путин отвечает в конце у нас должны быть какие-то общие критерии оценки реакции на происходящие в мире события едины по единым правилам вот смотрите что в яма не произошло и что мы сейчас там наблюдают там переворот президент отказался от власти теперь его силой оружия другие страны с которыми россии добрые отношения хотят вернуть назад и все называют это переворотом после того как переворот совершили на украине каких только ругательств мы не услышали в адрес бывшего президента януковича какой только поддержки не увидели в отношении тех кто совершил этот переворот если мы будем с разными стандартным подходить к одинаковым явлениям то мы никогда ни о чем не сможем договориться мы должны утвердить в конце концов не право сильного и право кулака международных делах а нормы международного права единообразно понимаемые применяемые защищаемые всем международным сообществом и кто сказал что он в это не верит вот у того же самого гангмахера есть потрясающая статья жизнь после путина в короткий момент во время президентства дмитрия медведева россияне вроде меня стали надеяться что страна наконец-то станет частью европы то есть что собственно такое произошло в президентство медведева но там понятно что подняли институт юргенса и гарт махер в него вошел его тоже приподняли он стал более счастлива жить но причем то частью европы что произошло при медведеве дальше какие эти россияне вроде меня сколько их это большинство меньшинство стали надеяться на что опирались их надежды сейчас я чувствую только страх россия владимира путина какой он ее видит и строит это страна идущий особым путем гражданам однологичной свободы не представляется в вопросах политики они должны подчиняться государству рабски следуя пути и выбранному политиками не понял гражданам не представляется возможность идти разными путями а почему я читаю в ведомостях статью эту гантмахера когда гражданам не представляется возможности например политического высказывания они не печатают такие статьи да в том то и дело что так сказать представители вот той части общества россияне вроде гантмахера до сих пор считают себя властью хотя они в очевидном меньшинстве они просто что им не предоставляется возможность идти их путем это они не предоставляют нам никаких возможностей идти своими путями вести законную патриотическую работу воспитательную и так далее они не предоставляют этой возможности или точнее хотят нас ее лишить мы их не лишаем так как о ком же тогда отсутствие свободы говорит гантмахер печатая такие статьи это внушает тревогу дальше пишет гантмахер даже тогда когда известно куда мы идем но конечную цель нашего движения не представляет себе даже путин он сосредоточил своих руках всю власть и навязал жестко монопольно политические идеи не имеет четкого видения в результате мы идем по дороге который еще не проложена строительная работа ведутся буквально в паре метров впереди нас во-первых цой когда-то говорил да так же как ждем перемен и вот мы делаем шаг на недостроенный мост во-вторых насчет четкого видения путина это отдельный вопрос в третьих я даже не могу сказать что тут речь как-то особенно идет о каком-то особом пути президент постоянно повторяет я нигде не слышал особенно что путин сказал что россия пойдет особым путем поскольку специфика как у каждой страны пока что ничего такого не сказал потому что путин как раз продолжает всячески настаивать на невозможности и необходимости слияния россии с европой но полноправным суверенным слиянием в россии стала как франция как германия и все президент постоянно повторяет что надо уважать традиционные ценности и что когда дело касается наших интересов другие должны держаться подальше а что не так что но хотя действия путина пошатнули устоявшийся мировой порядок нам остается лишь догадываться чем мы российский президент хотел его заменить ну во первых не действия путина пошатнули как там говорит устоявшийся мировой порядок его в клочья разнесли американцы вторжениями в ирак в сербию бомбардировками ливии косовским процессом всем они непрерывно рвали в клочья этот мировой порядок устоявшийся украину украинскую конституцию украинское право порвали в клочья бандеровцы навязав свою волю меньшинства большинству порвав конституцию как ее не рвали никогда и так далее все что пытается сейчас сделать путин это упираться по отношению к гигантскому напору сил стремящихся порвать клочки этот мировой порядок и вот все что я тут прочитал раньше да ну что ж двойные стандарты да но мы же хотим чтобы все было чтобы мир был основан на том-то во-первых после того что как так президент глава российского государства говорит о пакте молотов-ребентова мне просто интересно какие учебники порекомендует министерство образования школьникам наверное шороса или шороса подобных людей из яблока и фонтан керу вряд ли да идет серьезная борьба за реальные сдвиги понимание истории структуре смыслов внутри которой мы живем но я хочу здесь сказать о главном о том что этот новый мировой порядок устоявшиеся рвут другие прежде всего американцы весь мир этом ужасается и защитить его никто не берется путин же действительно ничем этот новый мировой порядок не хочет заменить он хочет его удержать это типичная позиция консерватор гандбахер здесь обвиняет путина в том что у него нет супер утопии обвинять в этом консерватор очень странно порой я думаю что наш президент блефует надеюсь что его внезапные маневры измотают запад до полного изнеможения в европе и сша многие беспокоены действиями россии международной арене дело не в том что им не нравятся действия путина хуже что в них мало логики на западе так и нервничают из-за непредсказуемости поведения кремля что порой кажется даже откровенно деструктивную его стратегию дипломаты воспримут не с ужасом а скорее с облегчением ведь антагонисту цели которого стали понятны всегда можно что-то противопоставить то есть что здесь говорится что ужасно опасная непредсказуемость россия намного меньше запада и ее непредсказуемость является огромным козырем и огромным преимуществом и эти будьте предсказуемой для чего для того что вас легче было победить первое и для того чтобы должны пожалеть мозги и души своих противников европейских дипломатов а зачем от лица чего написан этот бред чем мы россияне должны заполнить вакуум политического мышления те кто выпадает из путинского большинства автоматически поддерживающего президента почему все путинское большинство автоматически поддерживает президент должны объединиться в движении гражданского сопротивления нужно чтобы будущее нашей страны публично обсуждалось а почему бы нет давайте обсуждать будущее давайте давайте кто его обсуждают латынины его обсуждает кот махер его обсуждает кто обсуждает будущее но давайте обсуждайте чего вам не хватает то ни слова об этом не говорите ни слова если это невозможно а кто это делает невозможно это ваш непросвещенный незатейливый истеричный лай делает невозможным серьезное обсуждение чем то ни было вы делаете это невозможным и тем кому на кого вы молитесь ваш град на холме он и мировой порядок рвет в клоча и ничего умного сказать не может и всякую дискуссию топит в идиотизмах между тем как мир действительно приближается к краю пропасти если это невозможно повторяю то крайне важно чтобы несогласные со статус-кво могли найти тех кто разделяет их взгляды есть интернет ищите но я тут через строчки привожу буквально снес сокращаем эти рассуждения но интернет есть не только у вас он есть и у нас искать вас мы не будем вас уже видим если бы мы жили в стране которую можно менять при помощи голосования на выборах мы бы уже достигли европейского будущего на который все еще надеемся о ее о ее как стыдно как стыдно это все то же самое что я говорю этим психопатам которые шаги истории начали вы дождетесь и дождете что скажу что всех посадили законно что репрессии вообще не было во много чего еще дождетесь россияне должны общаться западом как равные они как подопечные кто с вами будет говорить о чем какие подопечные какие рамы вы что говорите вообще сидел разговаривал в определенной очень высокой компании что не было там сказано это было сказано а стратегии с русскими говорить нельзя потому что стратегия то что будет через 20 лет и через 20 лет вас не будет говорить с вами о стратегии это вообще бестактно проблемы современной демократии рыночной экономики социальной жизни общие для запада и россии ничего выше современной демократии рыночной экономики социальной жизни нет мы должны быть в мейнстриме генерируя идеи которые могут руководствоваться либерально демократические государства во всем мире нынешняя борьба это борьба несовершенной системы системы непредсказуемой нужно найти им альтернативу батюшки батюшки о чем заговорили а кроме слов то что загашники и банальности на тему рыночной демократии социальном государстве еще что есть хоть одно слово то как говорил фильме отец солдата герой который выбирал серго закарианца я хочу услышать разумное слово на комикс я здесь в заключении для того чтобы что-то на эту тему сказать зачитаю еще короткий текст конечные кусочки из короткого текста сергея караганова который опубликовано 13 мая в российской газете холода продается до 2016 года американцы сейчас находятся первая фраза весьма непростом положении все направления внешней политики провалились в том числе провалились и попытки сша оказать давление на россию строить и международную изоляцию откуда бы американцы не уходили во всех этих регионах остается нестабильность есть в вашингтоне действительно хотели этого то тогда это безусловно успех американской внешней политики для господина караганова уже непонятно эта фигура юмора или он начинает что-то просекать я объясняю еще еще раз когда сначала кандалей заразь а потом те кто ее сменили лабам подряд говорили о том что они разрываются всеми авторитарными государствами или полуавторитарно арабского мира со всеми теми мубароками каддафи неважно кем асадами и всеми прочим хусейнами и что прежние их противники становятся их сторонниками наоборот израилю был послан мощный сигнал о чем реально шла речь о том что американцев авторитарные и полуавторитарные системы не устраивают потому что их не устраивает догоняющая модернизация в странах развивающегося мира догоняющая модернизация в странах развивающегося мира вот что их не устраивает ускоренное развитие с тем чтобы догнать они от него хотят отказаться это Это их стратегия. Может быть во внешней политике где-нибудь еще они проваливаются все правильно. Но в этом-то они последовательны. И это не американцы как таковые. И это даже не консенсус двух партий. Это гораздо более глубинная, серьезная, фундаментальная стратегия. Развитие быть не должно на периферии. Объявить войну национальным государством. Периферии в том, что касается их форсированного развития, догоняющего. Которое невозможно в этих буржуазных странах без полуавторитаризма, четверти авторитаризма или чего-то в этом духе. Обвинить их в том, что они этого хотят, можно только для того, чтобы заставить их этого не хотеть. Чтобы кинуть их в неразвитие, в остановку, в регресс, в архаизацию. И это стратегия. Архаизация периферии. Вот что такое американская новая стратегия. И хаос, как средство архаизации. Поэтому какая там акция более успешная, какая менее успешная, это отдельный вопрос. Кто такие отдельные идиоты, которые это делают, это тоже отдельный вопрос. Но за каждыми такими идиотами, сколько бы властными они ни были, стоят люди умные, которые прекрасно понимают, что нужно. Говорил и повторю снова. Для того, чтобы построить Рим, Пак Сурмания, ледяный новый мировой порядок, нужно было послать в Ирак 1300, в Иран 1500. Быть готовыми посылать людей в Пакистан, Малайзию и дальше. И иметь какой-то проект. Пусть план маршала для этих государств. То есть, жертвовать большими деньгами и действительно там что-то строить, во что-то это вписывая. У них не было ни проекта, ни этих войск сухопутных, потому что их можно было мобилизовать, только отказавшись от существующей модели вооруженных сил, коммерческой по своей сути, профессиональной так называемой. И объявив всеобщую мобилизацию в широком масштабе навсегда. А это уже другая Америка. И нет сейчас лидеров, которые поволокут ее этим путем. То есть, Рим был возможен и никто не сопротивлялся. Но на Рим драйва не хватило. Кроме того, вдруг оказалось, что есть Китай, есть это Дальняя Азия с ее модернизирующимися странами, недобитая Россия. Главное, повторяю, не это. Не хватило драйва. Не хватило готовности мобилизовывать свое население. Под этот Рим, четвертый или какой там еще. Вот этой возможности не хватило. За это надо дорого платить. И тогда они сказали, что хотят Карфаген. Они от власти не отказываются. Они хотят Карфаген. То есть, прийти, ударить, поднять силы хаоса, бросить все в беспорядок, уйти. Прийти, ударить, поднять силы хаоса, бросить в беспорядок, уйти. И так всюду. Это их модель новая. И когда, так сказать, по этому поводу идет, за последнее время я не прочитал ни одной реплики или статьи, пишет Караганов, об успехах американской внешней политики. Зато такого балла негативных оценок этой внешней политики я не слышал давно. Никто не осмелится напрямую сказать, никакой президент, что наша цель хаос. Но количество публикаций о стратегии хаоса нарастает непрерывно. Если господин Караганов их не читает, просто у него другое чтиво. И не один Стивен Ман этим занят. Этим занято все больше людей. Все больше восхвалений хаоса. Все больше и больше разработок в духе Пригожина и дальше за Пригожина. В политических целях. Потому что считается, что хаос на периферии это и есть главное. Дальше Караганов пишет правильные вещи. Но вместе с госпожой Клинтон при демократах и после Обама к власти придут люди, которые являются главными моторами нынешнего ухудшения российско-американских отношений. Ведь члены ее будущей команды в значительной степени несут ответственность за нынешний обвал в отношениях с Россией. В том числе за украинский кризис или украинскую провокацию со стороны Америки. А если республиканцы придут? Будет по-другому? Что будет в этом случае? Либо хаос, либо классическая война. Любой ценой удержания американского господства. Американские гегемонии. Но это невозможно без разрушения России. Кто бы более или менее ласково не говорил, кто бы не отъезжал в сторону в текущем моменте. Невозможно сейчас в условиях этого уже превращающегося в хромую утку Обамы. И вообще всей этой его помесью, жестокости и сентиментальщины. И двигаться одновременно в борьбе с иголом по геманам и Россией. Это невозможно. Он не может удержать этот Ближний Восток. Он поплыл совсем. И он мечется. Просто как человек абсолютно растерянный. Что касается господина Керри, то это тончайший вопрос. Мне так подробно его комментировали мои иранские собеседники, что дальше некуда. Как говорят в таких случаях, многие знания умножают скорбь. Так что вопрос о Керри это отдельный вопрос. Что он там хочет? Он же не к президенту идет. В любом случае. И вообще учить демократии мир, страна, в которой последовательно будет несколько Буша и несколько Клинтона в один век. Это как бы довольно странно, нет? Все можно. Так значит вопрос тут не в республиканцах, и не в чем-то. И не в идиотах. И не в коллективном идиотизме страны. Вопрос в умных людях. А умные люди выдвигают новые стратегические проекты. И если проект предыдущих веков был модерн, то есть национальные государства, жесткое международное внутреннее право, твердая семья, этос, священные камни истории, прогресс, то есть восхождение всех людей на новый уровень, развитие буржуазного понимания через капиталистическую мобилизацию и так далее, то теперь этот проект ушел. На него нет сил. Я несколько раз говорил об этом феномене. Что уходит? У любого проекта есть огонь, который поддерживает метафизика. Когда Маркс, даже Каутский, тем более Ленин, говорили о том, что нужна партия для того, чтобы разогревать рабочий класс, и что без нее, без такого стержня, реактор не работает, то было ясно, что для того, чтобы партия сама была нагретая, нужно иметь метафизику. Что религиозные структуры могут быть нагретыми и хранить огонь тысячелетиями, а светские остывают за три поколения. Я желаю всего лучшего, говорю опять, Китайской Народной Республике. Пусть она расцветает и становится, так сказать, фактором баланса в мире. Но я жду довольно крупных неприятностей после этого третьего поколения. Я просто вижу, как они устроены. Просто революция была в конце 40-х. Революционное поколение до 70-х годов волокло страны. Потом пришло второе. Потом третье. А дальше хуже, потому что остывало. И хотя в Китае, в отличие от Советского Союза, есть ордена, готовые что-то там подогревать, на совершенно других метафизических основаниях. Но система-то коммунистическая и ее остывание порождает безумные проблемы. Христианство, как говорил Хайдегер, а тут к нему стоит прислушаться, было какое-то время силой, образующей историю. Слушайтесь в это определение. Оно очень мудрое. Силой, образующей историю. Христианство хотело образовывать историю в средние века. Понимаете ли? Когда стоишь и смотришь на великий готический храм и представляешь себе, как там массы народа, которые все верят и все что-то хотят. Понимаешь, да, оно было силой, образующей историю. А потом оно встало, подостыло, оно сохранило определенный огонь, но оно отказалось от этой роли. Возникало все больше и больше светского человечества. Начались конфессиональные конфликты. И тогда французская революция предложила новый огонь и новую модель свободы, равенства, братства. Это и было апофеозом проекта модерн, формировавшегося до этого на протяжении межских столетий. В недрах медленно развивающегося буржуазного общества, которое еще не готово было брать на себя роль силы, образующей историю. А потом взяло. И оно бы быстро совсем остыло, если бы не существовавшие и реальные масонские ложи. Ничего плохого в этом не вижу. Сила, формирующая риту. Да? И она хранила какой-то огонь в этот прогресс и гуманизм и всего прочего. А потом это все начало остывать все больше и больше. Все больше и больше. Возник Советский Союз и коммунистический огонь. А дальше оказалось, что если мы не способны предать метафизический характер коммунизму, то партия остывает, что нужен этот стержень, чтобы разогревать класс и через него все общество. А это начало остывать. а в условиях остывания все довольно быстро начало развариваться. Но это же общая проблема человечества. Кто готов стать снова силой, образующей историю? Это ведь не ислам. Ислам движет в контрмодерну, движет назад. И не фашизм, мечтающий о прибордиальные традиции. Как у нас есть любители вдруг начать историю восхвалять. Помнила бабка, как девка была. Кто эта сила, образующая историю? Если не Россия, где она? В Латинской Америке, где? Не в Китае, и не в Индии. Индия очень накаленная религиозная страна, но это не сила, образующая историю. Китай более холодная страна, но это страна для себя. Страна по большому счету исторической так и не стала, потому что она не захотела ей встать. Не захотела ей встать. И все. Значит, теперь возникает главный вопрос. Вопрос об этом огне. Постмодернизм это способ жить в холоде. Вот все остывает, остывает, а еще жизнь какая-то продолжается. это выживание в холоде, это приспособление к чудовищному дефициту огня. И возникает специфическая холодная власть, которая в этом ядре приучается жить в условиях холода, а периферию сжигает разными псевдоогнями, чтобы она там сама себя как-то согревала. Это чудовищная модель, которая носит тоже транзитный характер. Что дальше? Дальше либо метафизика воли к власти, то есть окончательный фашизм, вечное возвращение, отсутствие истории, отсутствие человека и вот это помешанное, каждую минуту жизни, это помешательство города власти и абсолютный скот, лежащий под ногами властителя. Либо новый гуманизм, новый человек, история как сверхценность. Нам говорят либо застой, либо перестройка. Нам ни застой, ни перестройка не нужны. Нам если уж пользоваться нашим словам, нужна сверх перестройка. И где-то в недрах страшно пострадавшего, деформированного и почти погубленного русского существования есть место в самой главной потребе, в самой главной надобе 21 века огню. который возник уже когда-то согрел человечество и спас его от фашизма. И который снова может сделать эту главную, невероятно трудную, почти невозможную работу. Вечная слава, вечная память тем, кто когда-то согрел человечество и спас мир от фашизма. Будем помнить об этом и понимать, что единственное, что является достойным в смысле почитания предков, это новый огонь. До встречи вас. Продолжение следует...